Братья и сестры, приветствую вас с любовью Господа Иисуса Христа. У нас сегодня есть замечательная возможность вместе открыть страницы Священного Писания и поразмышлять над Словом Господним. Мы сегодня будем продолжать то, о чем мы в прошлый раз, в прошлый месяц начали говорить. Это третий урок от Отца к Сыну. Это замечательное повествование. Это весть, которая легла мне на сердце. Прежде всего, она волнует. Почему? Очень ответственное время, в котором мы живем. И, наверное, в нашем зале вот это слово, коротенькое, оно охватывает абсолютно всех. И пожилых, в преклонных годах людей, и молодых людей, которые только начинают жизнь. И умных, и простых. Кто не хочет сегодня счастья своим детям? Наверное, нету такого родителя, который бы сказал, а мне все равно. Хотя нужно отдать должное, равнодушие и пренебрежение прямими своими обязанностями. Это сегодня бич церквей. Это сегодня горе семей. Это сегодня нужда нашей страны, в которой мы живем. И не побоюсь сказать, что это нужда мира, человечества в целом. Мы хотим счастья. Ребенку сегодня, который имеет родителей верующих, которые передают ему наставления, ему тоже надо быть и иметь нечто в своей жизни, чтобы стать успешным учеником. Не так ли? Не поможет здесь легкомысленное отношение, когда в одно ухо залетает, а в другое вылетает. Нужно, чтобы опустилось слышное слово в сердце. И только тогда будет результат. Вы помните, первый раз мы говорили, отец говорит сыну, «Сын, слушай мои слова, слушай мои слова и живи». Это третья глава, братья и сестры, мы прочитаем их. «Сын мой, наставление моего не запывай, заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней и лет жизни и мира они приложат тебе». Многое сегодня связано в жизни и хорошего, благословенного, нужного и трагичного от этого коротенького слова «если бы ты услышал». Братья и сестры, с этим словом Господь и пророки Его обращаются к народу. Слушайте слово Господне. Не будьте горды, потому что Господь говорит. А пророк Исаия, подводя итог всему этому, говорит, «Ой, если бы ты внимал моим заповедям, тогда мир твой был бы, как волны морские». Братья и сестры, это уникальность. Она говорит о том, что вот эти моменты нашей жизни очень важны. Книга Ездра, 7-10, там написано, Ездра расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон Божий и учить. И Бог ответил на его желание, и Бог употребил его для того, чтобы пробудить свой народ и поколение, среди которого он жил. Все началось с сердца. Он расположил сердце. Поэтому, когда мы смотрим с вами от Отца, то мы видим здесь удивительный закон. Он передает свои заповеди, которые воспринял от самого Отца. От своего Отца. И мы будем передавать, и способны будем только тогда, когда мы примем от Господа это слово. Оно войдет в нашу жизнь. Посмотрите, сколько есть мест, которые прямо подчеркивают, что да будут слова сегодня, которые ты слышишь в сердце твоем. Если в нашем сердце это не живет, как оно может расти в сердце другом? И мы с вами в прошлый раз говорили, что очень важно нам быть посвященным. И даже в какой-то степени, я употребил такое слово, заразиться этой страстью. Быть переполненным этой истиной. И если мы внимаем Господу, тогда и люди станут внимать тому Слову, которое Господь передает через нас. Братья и сестры, второй момент мы с вами отмечали о том, что важно было сыну помнить Господа. Это удивительно. Вот с этим тоже связана вторая часть моментов нашей жизни, которая очень важна в нашем хождении и становлении как человека. Детство, оно быстро закончится. Братья и сестры, это не так, как Алла Борисовна Пугачева пела. Вот бы сразу взрослым стать, отдохнуть от детства. Всему свое время. И оно пролетит очень быстро. И иногда мы, вместо того, чтобы что-то приобресть, стяжать для своей бессмертной души, упустили время. А мы, как родители, можем упустить свои возможности, братья и сестры. Второй момент и урок от отца к сыну. Сын, помни Богом. Смотрите, как 3-4 текст здесь говорят нам. Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи им и шею твою. Напиши их на скрижале сердца твоего. И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Братья и сестры, заметьте, здесь говорится о том, что этот момент очень важный для молодого человека. Не упусти этой возможности. Милость и истина – это интересные два слова, которые очень часто встречаются на страницах Святого Писания. Книг Ветхого и Нового Завета. В Новом Завете сказано в Иоанна 1, 17. «Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Мы знаем этот источник. И Отец знакомит своего Сына. И Он хочет, чтобы Сын, принимая это Слово, намного глубже мог посмотреть в Себя. Заметьте, вот то, о чем мы с вами прочитали, «милость и истина» – да не оставляют тебя. Может случиться, что человек пройдет и пропустит этот момент, но здесь сказано, что это должно быть частью его жизни. Да, не оставляют тебя. Эта частица, да, она утверждает, что ничего другого невозможно, нету никакой альтернативы, нет никаких заменителей. Есть только одна истина и милость. И она должна стать частью тебя самого. Бог живет, Бог сущий, и ты будешь таковым в своей жизни, если ты найдешь место для этой божественной истины. Мы с вами смотрели о том, что не проходи мимо людей, имей сострадательное сердце, имей переживательное сердце об окружающих тебя людях. И если мы иногда не смотрим достаточно серьезно на эти истины, братья и сестры, вы помните, я говорил вам историю о Давиде, когда Нафан пришел к нему по его согрешении и падении, то Давид воспламенился сильным гневом и вынес смертный пригород человеку. Человек, который совершил это, смерти достоин. И за овцу должен заплатить в четверо. Хорошо, если какой-то эквивалент мы найдем и сможем перекрыть наш недостаток, но зачастую нам нечем платить, согласитесь. И поэтому, когда мы смотрим на эти моменты жизни, очень важно, братья и сестры, очень важно нам иметь правильное отношение. Вот посмотрите, как в Священном Писании сказано об этом в книге Псалмов. В книге Псалмов 24-я глава. Четвертый, пятый стих читаем. «Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезем Твоим, направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Братья и сестры, смотрите дальше, мы читаем с вами. «Блак и праведен Господь, поэтому наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде, научает кротких путям своим». Смотрите, десятый стих. «Все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его». Оказывается, у этого ингредиента сегодня есть продолжение. Мы с вами прочитали, что долгих лет оно принесет тебе и мира, и процветания, и полноты жизни. Братья и сестры, здесь написано, «Все пути Господни, милость и истина к хранящим заповеди Его». Дорогие мои братья и сестры, как наставникам, как учителям, как родителям, мы должны обеспокоены, мы должны стараться положить это слово не только на уровень его слуха, но положить гораздо глубже, в сердце. Мы с вами прочитали ответственность юноши, девицы. У нас сегодня с вами ответственность, когда мы в Доме Божьем находимся, услышать это слово, сделать его заметным в своей жизни. Что нужно было его сделать? Повязать шею свою. Вы когда-нибудь ходили в холодную, ветреную погоду, и вас мама кутала, или вы сами, зная свой организм, вы себя одевали теплее. Заметьте, это истина, которая будет сопровождать его, когда он будет выходить и покидать пределы дома. Заметьте, но не только это. Заметьте, там сказано, напиши эти слова, которые слышишь от отца на сердце своем. Братья и сестры, парни, девчата, дети, вам приходилось писать это на сердце. Вы знаете, я часто встречаю людей, молодых, а иногда сам обескуражен своим служением, потому что у меня есть внуки, у меня есть дети. И я испытывал эту дисгармонию, когда казалось, что тебя не слышат, когда все твои старания как рыба об лед. Отчего это зависит? Может быть, решение этой задачи лежит вовсе не потому, что учитель не имеет навыков, вовсе не потому, что обескуражен отец или мать. Иногда проблема лежит глубже, на уровне твоего сердца. Это тебе надо писать туда. Ведь не так разве мы делаем, когда мы знаем важность рецепта и мы говорим снова повтори забыл, забыла. И мы тогда пишем и приготовляем согласно рецепта какое-то блюдо. Не так ли? А если речь идет о вечных ценностях, как важно, братья и сестры, быть внимательным. Более того, если мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, посмотрите, писать на сердце может Бог. Посмотрите, книга пророка Иеремии, мы с вами читаем такое слово, 31 глава, стих 33. Смотрите, что делает Господь. Ну вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, «Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом». Не только мы сегодня заняты этим. Первым, кто это писал, это был Господь Бог. Вы помните, Моисей вошел. Он был первый человек, который первые тома божественного откровения принес своему народу на горе Синаи, когда Бог на каменных скрижалях перстом написал свои слова. А потом Моисей учил людей. И как-то, может быть, какое-то время назад я помню, что я тоже проповедовал из книги пророка Агея. И там сказано было, что Агея в то время, когда пал дух в народе, он передавал Божьи слова народу. Это словно он своим перстом писал на каменных скрижалях. Вот такое переживание было у людей, которые слышали Божье слово. Напиши их. Для того, чтобы успех в твоей жизни был, учись писать. Не только конспектируй некоторые уроки, учись писать и проси, Господи, пиши на моем каменном сердце. Я хочу благо. Я ищу благо. Я хочу передавать твои божественные откровения своим сынам и дочерям, братья и сестры. Третий момент, который очень важен для нас здесь, братья и сестры, написано, написано 5 и 6 стихи такие слова. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Братья и сестры, уповай на Бога, сын мой, уповай на Бога. Какие бы ни складывались обстоятельства жизни, уповай на Бога. Сегодня я прочитывал небольшие такие коротенькие рассказы и прочитал удивительный случай об одном проповеднике, который жил в Англии в 19 веке, Мейер. Однажды случилось, что он ночью плыл в Англию, возвращался к себе на родину, потому что посещал другие страны. Ночь была темная, ничего не видно, только разбросаны были где-то далеко в этой глади морских волн огоньки. Удивленный тем, как за штурвалом стоял капитан корабля, он выразил свое восхищение и спросил его, как ты можешь среди такого волнения и среди вот такого хаоса вести уверенно судно. И тогда своими секретами капитан поделился с проповедником Евангелия, он говорит, посмотри вправо, видишь огонь маяка, вижу, а теперь посмотри влево, не поворачивая головы, видишь слева второй огонь маяка, вижу, говорит проповедник, а теперь вперед посмотри перед собой, видишь, третий впереди, вижу. Так вот теперь становись сюда и смотри, смотри на эти две точки, которые слева и впереди, и когда они две точки соединятся вместе, тогда полем глаза усмотри и с правой стороны точку маяка. и вот когда все это совпадет вместе, тогда держись линии, чтобы они никогда не ушли в сторону друг от друга. Братья и сестры, у нас сегодня тоже, что помогает нам в этом хаотичном мире, когда идеи людские начинают жить и умирают, то час не успев даже доковылять под час до своих слушателей. Мы с вами прочитали, в безнадежном мире есть одна вещь, это живая надежда, уповай на Господа, сын мой, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Заметьте, еще здесь сказано, во всех путях твоих познавай Бога, и он направит стези твои. Вы помните 31 Псалом 8 стих Господь говорит, мое око над тобою, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Подумайте, когда мы находимся один на один с опасностями, с трудностями, то наши опасности всегда под контролем у Отца Небесного. Сколько таких обетований, это не одно, их гораздо больше, и поэтому в самые трудные моменты жизни уповай на Господа. Вы помните, в чем заключалась трагизм асы царя иудейского? когда пришли эфиопляне, их было тьмы тем, миллион, больше миллиона воинов, 300 колесниц железных, а он уповал на Господа среди абсолютно безнадежной ситуации. Аса обратился к Богу в молитве, и вы можете прочитать эту историю. Господи, не власти ли твоей укрепить сильного и слабого повергнуть? Написано, Господь услышал Асу, и все это вымел вражеское войско эфиоплян. А потом другая беда пришла, и сердце Асы дрогнуло, и он стал платить. И пришел к нему пророк Господин и говорит, разве несметное войско может сравниться с сегодняшним, но вспомни результат, как я тебя избавил только потому, что ты уповал на меня. Безрассудно Аса ты поступил. Отныне будут у тебя войны. Не он лоцман был, не Аса был капитаном и лидером, был Бог, который хранил и наблюдал, Бог, который был скорым и никогда не опаздывал в помощи своей, уповающем на Него. Братья и сестры, вспомните другое слово, написано, как много у тебя благ, которые ты приготовил и которые ты хранишь для уповающих на тебя пред сынами человеческими. Иногда нас тестируют люди, иногда люди ожидают от нас, как верующих, как мы поступим. Да не постыдятся во мне все уповающие на тебя. А ведь иногда нам становится стыдно из-за себя и за других, не так ли? Давид переживал об этом и говорит, я хотел бы быть в этой битве, в этих отчаянных обстоятельствах указанием твоим. Братья и сестры, написано во всех путях твоих познавай Бога. Нету в нашей жизни такого, чего бы Господь не допустил. Помните слово пророка, от меня это было. Никогда не спрашиваю Бога, почему? Может тебе не ответить, как не ответил ни на одно почему Иову. Может быть так случится в твоей жизни, но принимай обстоятельства жизни и в этих обстоятельствах будь Богу верен. Потом уразумеешь, потом поймешь, потом поймешь. Вот точно так и сегодня в этой истине. Сын мой, уповай на Бога, во всех путях твоих познавай Бога, и Он направит стези твои. Интересно, что вот это слово Он, Бог, направит стези твои. Вы знаете, новый русский перевод говорит, Он сделает твои стези и пути прямыми. Прямыми это значит никогда не будешь в смущении. Это значит с радостью будешь бросаться навстречу своим трудностям, понимая, что Бог поможет. Бог не оставит. Бог выведет из напасти душу твою. Братья и сестры, посмотрите, как написано 110-й псалом, 10-й стих, верный разуму всех исполняющих заповеди его. Заповеди его. Братья и сестры, псалмопевец в 117-м псалме, в 8-м стихе, пишет так, «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Подводят люди. Я, когда всматриваю сам свою жизнь, мне иногда стыдно бывает за свои огрехи и оплошности, когда я не оправдал надежд других людей. Человек очень слаб, человек способен подвести, но не Бог. Братья и сестры, Бог никогда никого не оставлял в стыде. И псалмопевец нам говорит, «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Я бы хотел, чтобы сегодня и я, и вы могли встать в ряды этих учеников, которые взяли бы сегодня в своей жизни одно, держаться Господа, чтобы никогда не остаться в стыде». Братья и сестры, четвертая вещь, которую отец учит сыну, братья и сестры, она записана в 7-8 стихи. «Бойся Бога, сын мой, бойся Бога, не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Бога, удаляйся от зла, и это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». «В страхе пред Господом надежда твердая», говорит пророк Исаия. И это не только для человека, который прибегает к этому, братья и сестры, это является фундаментом будущей безопасности и для его детей. Посмотрите, как написано. «В страхе пред Господом надежда твердая, и у сынов его есть прибежище и будущность». Это очень важно для нас. Что нужно сегодня, что может повредить сыну, братья и сестры? Мы с вами читаем здесь «Сын мой, удаляйся от зла». По-человечески в нас играет наша падшая греховная натура, когда нам хочется воздать злом за зло. И что может нас удержать от этого воздаяния, когда мы берем справедливость в свои руки и творим суд? Вы помните, Яков, брат Господень, говорит, что если ты судишь другого, то ты уже не исполнитель, а судья, а един, законодатель и судья един, могущий спасти и погубить. А кто ты? или кто я? Братья и сестры, только тогда, когда мы смотрим на Бога и отдаем Ему весь суд. Вы помните, Господа злословили и ругали и поносили, а он молчал, у него силы не было, наверное. Ну, это не знали, кого тронули, вот бы меня тронули, я бы постоял, я бы поставил на место. Не на того нарвались. братья и сестры, апостол Петр нам пишет, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, а напротив благословляйте. Он, которого поносили и злословили, весь суд над людьми грешными, окаянными, отдавал в руки Отца Небесного, Отец рассудит. Вот так и нам сегодня нужно учиться у Господа. Вы помните, как братья возненавидели Иосифа, как они его предали, как они его хотели убить, и вовсе не потому, что он был плох, а потому, что они завидовали ему. Они завидовали ему. И вот эта борьба греховной природы годами, десятилетиями она ожесточала их сердце. Они были несвободны в этих узах греха. Даже когда их папа умер по многому страданию, они пришли к нему и стали ему лгать опять. Отец заказал, он тебе не смог передать это, а вот нам он сказал, что ты нам не мсти. А Иосиф заплакал и говорит, это не вы меня предали. Ну как же не вы? Ты что, прогнулся под них? Это же они состроили такой коварный замысел. Это они продали тебя. Это они потом плакали о содеянном. Это не вы, это Господь. Братья и сестры, это ответ достойный подражанием, потому что в Иосифе мы видим прообраз Господа нашего Иисуса Христа. Это Его по зависти предадут начальники иудейские. Это Его несправедливо осудят. Но как Иосиф откроется второй раз братьям, так и Господь наш. Сегодня в уничижении, сегодня в посмеянии, над Ним глумятся люди, но придет время, когда Он придет во славе, и все святые с Ним. И вот тогда все это встанет на свои места. Братья и сестры, Писание говорит, сын мой, удаляйся от зла. Почему от зла? Потому что злой человек не имеет будущности. Писание говорит, у зла нет никакой надежды, потому что сам Бог становится противником злого человека. Если тебе когда-то станет неприятно, если когда-то со дна твоего сердца поднимется эта грязная муть, беги скорее ко кресту, побудь там наедине, подними свои глаза от своей проблемы на того, кто взял грехи твои и грехи всего мира. Там ключ для твоей победы. Удаляйся от зла и будет тебе благо. Братья мои и сестры, еще есть одна особенность, это пятый урок, который очень важен был отцу донести до своего сына. Мы читаем с вами 9-10 стих. Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих и наполнится житницы твои до избытка и точила твои будут переливаться новым вином. Братья и сестры, мы живем сегодня на земле, где все устроил для нас Бог. Братья и сестры, все, что мы можем сегодня делать, это только распоряжаться и использовать ресурсы, которые Бог нам предоставил. Трава, это Он ее произрастил, землю, это Он ее сотворил, небеса, это Он повелел. Братья и сестры, мы здесь просто арендаторы и подчас плохие арендаторы, но Он ждет от нас одного, братья и сестры, умей делиться с Богом своими благами. Мы живем здесь, и Бог благотворит нам и злым, и добрым, не так ли? Но что хочет Бог, чего добивается Господь Бог, Он добивается, чтобы мы могли прийти к Нему и возблагодарить Его, и поблагодарить Его за все Его блага. В первом параллелепоменном 29 главе 11-18 стих написано «Но от Тебя все и от Твоей руки полученное мы все отдали Тебе. Учись делиться с окружающими людьми». Братья и сестры, посланник Евреям 13 глава написано «Не заботьтесь, не забывайте также благотворительности и общительности, потому что таковые жертвы благоприятны Богу». 2 Коринфянам 9 глава 7 стих написано «Доброходно дающего любит Бог». Мы с вами читаем 22 глава исход 29 стих «Немедли приносить мне начатки от гумна Твоего спеши». «Будь отзывчив на Божьи благодеяния». Когда мы видим, что Бог нас посещает своими благодеяниями, это возможность для нас увидеть Бога, а не себя. Именно это и видел Давид, когда богатство, золото, серебро, тонны собраны были у него. Кого он видел? Бога видел. «Если ты видишь себя, как тот несчастный, который сказал, сломаю свои старые житницы, построю новые, соберу весь хлеб и скажу душе своей». Какой слепой человек, какое трагичное решение в его жизни. Он видел себя, как мы иногда видим в зеркале только самого себя. «Важно в благословляющей щедрой руке Божьей увидеть Бога». И отец говорит, «Сын мой, чти Господа. Сын мой, делись благами, которыми Бог благословил тебя с Отцом Небесным. Пусть имя Господа прославится». Братья и сестры, дорогие друзья, когда мы сегодня слышим это слово, с каким сердцем мы сегодня уйдем в дом. Бог нам сегодня предоставил, братья и сестры, возможность. Посмотрите, в каком мире мы живем. Птица заботится о птенцах, живая тварь заботится о своих детенышах, но это только дух жизни в них. А Бог в нашу жизнь послал сыновей и дочерей. Это награда от Господа, это дар от Господа в нашей жизни. У нас с вами есть величайшая ответственность передать то сокровенное нашим детям, у которых душа живая и никогда не умрет. И от того, что мы сделаем, как мы употребим сегодня свое время, и от вашего, парня и девчата, решения зависит будущность вашей жизни. Изберите жизнь. изберите это благое для того, чтобы вам было хорошо и чтобы вы могли выдержать день его посещения. Братья и сестры, день Божьей благодати на исходе. Кто этого не делал, кто этого не передавал, начните это сегодня, потому что день завтра может не блеснуть, и солнце не будет радовать уже нас. Теперь пора, о, мудрым будь, о, будь спасен, приди сейчас. Слава Богу. Аминь. Аминь.